Название книги «Мировые шахматы. Валдема Розвелс. Офицер шести армии». И эта книга, а вот мой опыт до того, и таксо, это все на продолжение моих дел по истории, как хобби. Да, я уже 50 лет все еще дружусь, но занимаюсь телефонными станциями. Так что не обижайте меня лишнее и не обижайте, если я говорю не так, как положено историку. Да, и эта история меня интересует, чтобы понять, где мы, откуда мы. Каждый хочет это узнать, хоть я тоже. Итак, у меня была книга с профессором Николаем Балалкиным, многовековым старовером. Профессором умерики, он сейчас на пенсии. Он издал вопрос. У нас была книга «Какая в Латвии?» Гуслав Клайбус-Валус. Станция «Мекс. Клайбаловись». Ну и сейчас можно переписать, никогда не будет. Все. Мы тогда еще надеялись. Это было, когда Народный фронт был. Вышла она в 93-м, так что мы в то время работали. Вот, соответственно, время прошло. Вот в прошлом году вышла книга. Вышла книга под названием «Метерный род Балладов между немцами и евреями и русскими». Издательство «Алгоритм» в Москве. Год назад вышла. Ну и там, соответственно, книга о четырех Балладах. Это Андрей Баллад, его сын Давид Баллад, который переводил на душе православие. Его уже внуки, или сына Давида, Петр Баллад. Виднейшие роли сынят в советское время. В истории КФСС был на первой странице его фамилии. Ну и, соответственно, выродный брат Карл Баллад, которому посвящена вот та книга. Так что об этих трех Балладах здесь эта книга. Ну, а издательство добавили название «Немцы в России». Ну, чтобы хоть тронули книгу. А то кому-то не интересно, не для тех же Баллад. Так что вот эта книга. Дальше. Карл Баллад – наиболее интересный человек. Я думаю, это человек номер один в Латвии должен был бы быть. Но не повезло ему. По, так сказать, по значимости, в смысле идей и философии. И Карл Баллад, соответственно, в 1931 году умер. И его дело продолжал вот человек, о котором буду рассказывать. Владимир Морозов взял на себя в продвижении этих идей Карла Баллада, экономиста. Вот об этом и так далее. А если есть у меня этих самых углавлений, чтобы следить или вопросы потом задавать. И так, соответственно, речь идет о Вальдоме Морозове. Вот его фотография. Он в 14-м году в возрасте 30 лет встречает Академию Николаевской Академии Генстава. И прямо перед Первой мировой войной попадает на Кавказский фронт. Вот это Академия издания. А перед Академией после Вильнюсской Вильнюсе кончал пехотное юнкерское училище. Ну и, соответственно, кончая Академию, он давал клятву служить Короне. Это мне было интересно, никогда раньше не интересовался. Тут все гербы всех убежний и черстей. И вот, соответственно, есть один герба здесь. Здесь четыре герба. Это Эсплянзия, Лефлянзия, Курлянзия и Зенгалия. И Карелия. Четыре герба. Интересно мне было о самом деле узнать. Ну и, соответственно, вот он более-менее, как он понимал, он уже, можно считать, служил этой Короне. В названии его несено, что он офицер шести армии. И так он был офицером. Он был офицером царской армии. Царской армии был на Кавказском фронте. Об этом будет дальше речь. Потом на Рижском фронте. Потом была эстонская армия. Это была независимость. Немножко был в Латвийской армии. Потом пришлось ему расстаться с Латвией. Он попал некоторое время, прослужил в Литве. Потом была в Испании британская война. В Испании генерал там был некоторое время. И во время войны был резидентом советской разведки в Париже. И так получилось шесть гербов, шесть. Насчет этой последней записи все это в тайне, поэтому... Были четыре битвы. В Латвии во всех он участвовал. Первая – Рождественская бои. Рождественские бои. Земсадукаврис. Это конец 15-го года. То есть конец... Да, конец 16-го года. Это... Потом бои за Ригу. Уже летом. Уперед Октябрьской революции. Уже временное правительство. Потом венгинские бои. Против немецкой армии Гольца. И потом против уже российской армии Берманта. Конец 19-го года. Это... Всего это четыре битвы были в этом веке. Такие исторические. И вот они по всех. Ему повезло. Или не повезло участвовать. То есть... Он кончил академию Генштаба. Это высшее офицерство. Кстати, к слову. Он сразу попадал в разведку. В царскую разведку. Все кончающиеся академии Генштаба попали в номенклатуру барона Канкрина. Был такой барон. И, соответственно, и чему учили. Вот как академия понять, чему ее обучают. В моем понимании, вот, собственно, главное, что было тогда. Вот эта карта. О том, как мир поделен. Это концепция некого английского геополитика МакКиндера. О том, что кто правит. Кто владеет этой частью суши. Тот правит миром. Ну, потом, по дороге за этот век. Геополитики были другие. У Гитлера геополитики. Есть сегодня геополитики. Но, в целом, все же, борьба до сих пор идет за эту часть. Не очень многое изменилось. Так что это было главное. Чему его учили, на мой взгляд. В моем понимании, весь XIX век. И сегодня продолжается в каком-то смысле. Это было противостояние. Противостояние британской Российской империи. И, соответственно, офицеров готовили, понимая существо этого противостояния. Противостояние началось после победы Наполеона. Вот в Париже Александр I принимает капитуляцию. Это было главное событие, после которого Россия попала, ну, стала очень большим врагом британской империи. Самое главное событие в XIX веке, которое было, это Крымская война. В этом участвовала целая ряд группа стран против России. Тогда в Крымскую войну, мы знаем, Крым, Севастополь. Но, в целом, тогда были битвы по периметру всей России. И в Камчатке, и в том числе и в Риге. Корабли, английские корабли, которые приехали до Риги, добрались. Кстати, есть описание. А у меня карта тоже из морского вестника того времени, 55-го года. Они там, Венспилс там несколько пушек, несколько снарядов выпустили. Белый флаг, помесили, сдался Венспилс. Вот добрались до Риги. И в Риге им не выдача, не смогли взять Ригу. Вот главный корабль, большой корабль, 8-4 пушки. Все, и флаг, еще поменьше. Вот, соответственно, они тут хотели, чтобы им... А, тогда был генерал Суворова, внук Суворова, генерал-губернатор. Как рассказывает Петр Павлович, вспоминает, что он там белый станок белый. И со стеком белый, кто там укрепляет, как крепость наша, замок в Риге. Ну, что было существенно? Итак, это лодки. Построили 12 лодок с пушками. И они начали стрелять. Попробуют пушки разбить. Они повредили корабль, но он повернул. Зачем ему рисковать? В итоге, Рига сохранилась. И эти лодочники были потом награждены орденами, о котором в истории, похоже, никто не писал. Дальше, следующее, что было важное для нас, для моего понимания, могу, что интересно. Самое главное место для империи в этом регионе, это была Курлензия. И вот два объекта. Военный порт Либава и торговый порт Виндава. Виндава посетил Битте в конце там, или в начале 19-20 века. Ну и грозился, что это будет крупнее Роттердама. Ну и состоялось. Ну и зато Либаву построили. И строили Либаву очень интересно. Это кто был в Каргостах. Каргостах построено, как Петербург, только 200 лет позже. Это был богатейший город. Если смотреть в Россию, то вот Россия строит город для людей только через 100 лет. Удастся ли? На сегодня Сочи. До сих пор за весь 20-й век строили только промышленные города. Это так слово. В моем понимании, что было. И так, соответственно, весь 19-й век прошел противостояние России и Британской империи. Ну и потом были войны. А еще. Собственно, переломным моментом, в котором надо начать воевать было, было открытие Транссибирской железной дороги. Кстати, к слову. Транссибирская железная дорога кончалась в Виндаре. Рижский вокзал в Москве называется Виндарский вокзал. Так что это конец Транссибирской артерии. Ну, там на этой картинке нарисовано, как за 12 суток добираться от Петербурга до Дальнего. Сейчас китайский город Дальян. Так что это открыли в 1903 году. Ну и через два года была Российско-японская война. Перед тем были договора между Японией и Англией. Так что Англия гарантировала успех в каком-то смысле Японии и Японии. Россия тогда проиграла. Так что, ну и следующее событие была Первая мировая война. Итак, мой герой Вальдоморозов прямо перед войной кончил академию и попал на Кавказский фронт. Это карта Кавказской территории предстоящих боев. Соответственно, здесь были, на Кавказском фронте были три боя. Три битвы большие. Была битва за Сарикамыш. Это было зимой. Зимой. Турецкая армия была разбита. Большая турецкая армия. Вторая битва была за Ван. Тут как раз выделился мой герой. Это вторая битва. Неуспешная. После этого меня взял командующий войне. И третья битва очень успешная была. Взяли главную крепость СССР. Три битвы здесь были. Вторая и третья битвы связаны с Вальдемаром. Вальдемар 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 там представлял. Он был представителем Ставки на Кавказе. Это не рядовой офицер. И так, соответственно, первую битву я сказал. Первая битва была за Сарикамыш. Успешная где? Турецкая армия действительно большая. Зимой не могли выдержать те холода. А вот россияне сумели. А вторая битва была весной. За озеро Ван. И, что интересно, в этой битве Уша Савовоз выделился. И он участвовал. Ему поручили организовать палки добровольцев армян. Есть у меня пересписка с человеком, который докторскую диссертацию делает об этом сейчас. И, соответственно, он стал во главе. И, соответственно, они были шестеренцем армии. Взяли город Ван день до того, как пришла армия. И чествовали ее как освободителя. И вот подарили ему пушку, то есть не пушку, а саблю, инкрустированные там драгоценностями. Ну, в целом, эта операция была неуспешная. Потом, это было весна и лето. Одинством российская армия после этого ступила. И резня армян продолжалась. Но, тем не менее, все же он остался в памяти армян, как человек, который спасал народ. Этот мне историк, с кем я переписываюсь, говорит, что есть там памятник. Фотография памятника людей. Итак, третьей операцией была эритерумская операция. Когда Озовов вернулся после этого операции Ван, то в Тифлисе был приказ Ставки его арестовать. Потому что он стал во главе армян, дал им надежду, что это будет армянская территория освобожденная. А по российским порядкам все территории, захватываемые и получаемые, должны заселяться казаками. Вдоль границы. И задним числом его сделали, при каждом случае, вместо того, чтобы ее в тюрьму сажать, поставили его на разведку в тыл турков. И он, соответственно, его разведанные сделали успех этой эритерумской операции. Третья битва. Он был там разведчик, сделали его подведом геолога. Немецкий язык, он знает, как группа немецких геологов изучает трассу. Кстати, еще что касается очень важного там, по тем событиям, если по России это событие Транссибирская железная дорога, с этих слов, на сегодня она объявлена, модернизируется. Той, что банк берет на себе там миллиардные расстраты. И она будет идти с Шанхая до Гамбурга. Это, к слову, к сегодняшнему. Итак, старший Санглорегдерумская операция. Он провел там пару месяцев в тылу. Вот его зарисовки. Об этой операции есть целая книжка. Это учебное пособие для офицеров в 30-х годах. И сейчас есть ли значение сегодня, не знаю, но вот его зарисовки из книжки. Это о том, как расположена крепость, где там укрепление и так далее. Эта крепость была 40 км длиной размещенной укрепления. Это колоссальная крепость. Ну, соответственно, после операции, ваннской операции поменяли главкомандующего. Главкомандующим стал генерал Юденевич. И, соответственно, Эжелемская операция кончилась успешно. Там они обошли. Там стрелы ударили. Посеяли панику. Турки бежали и сдали крепость. В итоге получилась эта турецкая война, Кавказская война кончилась очень успешно для России. Они заняли всю территорию. Но это привело к очень... Активность российской армии на Кавказе привела к очень большой активности англичан. По договору в начале войны было заключение, что при победе русской армии, российской, турецкий пролив отходит России. Проливы Дарденевы и Босфор. И это было... С одной стороны, они подписали такой документ, а с другой стороны, не хотели, чтобы это было. И в итоге... Интереснейшей операцией, которой... Я тоже ничего не знал, когда собирал материалы. Была Дарденевская операция, где было страшно много потерь. И кораблей, и речевой силы здесь. Они хотели определить россиян. Хотели взять... Эта операция длилась целый год. С февраля 2015 года до января 2016. Целый год боев, боролись. Там были активные действия, потом были в охопах. В любом случае, было четыре фазы. Была одна группа боевых кораблей. Зашла сюда, стал не стрелять. Ничего не повреждали. Не повреждали артиллерии. Вот укрепление. Вот и фортик здесь. Оступили. Потом пришли. Новая группа кораблей опять стреляли. Не получилось. Потом два раза большие тысячи... Много тысяч людей. Тоже были в Новой Зеландии, французы, агличане. Там, помню, четыре какие-то армии собрали. Одним словом, здесь они окопались здесь на этом полуострове долго. Много сидели и много там потеряли людей. Здесь потеряли. В итоге операция кончилась с проигрышем. А когда Турция была союзником Англии, Берлина, Германии, и в Берлине и в Ангаре было большое празднование этой победы. Но в то же время, в целом, судьба была благоприятна России. Есть так, поскольку там во время выиграли потом. Но, к сожалению, Брестский мир и так далее, все это пошло насмарку. Вот человек, который командовал парадом. В прошлом году мне повезло быть в этом русском кладбище в Ницце. Это есть наверху перкатура, подвышенность над Ниццей. Когда-то россияне купили приземли для установки археологической батареи. Здесь очень хорошо просматривается задержка. Здесь на сегодня российское кладбище, русское кладбище. Вот надкорная плита. Там несколько тысяч человек. Белой армии похоронили. А следующая глава у меня – рождественские бои. Ну, чтобы понять, что такое рождественские бои, мне пришлось тоже ждать в Вестертии. Откуда появились латышские стрелки? Соответственно, началось с этого нашего главного поэта Латвии, Граймис, который привез чемодан социал-демократической литературой сюда и стал печатать. Крайне мере, такова и история. В итоге, соответственно, очень был активен Ленин. Вот, например, царь 18-й считал, «Семнадцать, где Ленин был». Он в девятьсотом году, в девятьсотом, по-моему, Искры. В девятьсотом году. Который он приезжал, и здесь организовывал транспорт Искры. Открыл социал-демократическую парфюлю. Так что, если есть, одним словом, и вот самый главный ленинцы. Ленин, так сказать, из латышей, социал-демократов, сучка, подвел ранний сапог по газете. Ну и Тонищевский. Ленин, Тонищевский, и Троцкий на восемнадцатом году. Наказаны в лошади. То есть два главных человека, которые помогли, реально подготовили, что латыши ушли к большевикам, в латышской стрелке, это вот два человека. А их отец здесь. Сравно, что еще до сих пор памятник в Чеснисе. Ну, я не говорю, что надо относить. А, кстати, эта книга, тут у меня есть внучка сидит. Немцы в России, да. Немцы в России, да. Эта книга вредная. И она вредная. Мне одна сотрудница сказала, что она спрятала эту книгу от своей дочери, которая учится в первой гимназии. Тут на какой-то странице у меня проскочила фраза, я думал, что она такая вредная, что в Латвии создали англичане, а реанимировали американцы. Вот так и есть. 16-й странице. Если кто-то. По-моему, 16-й странице. Соответственно, это, конечно... Это же правда. Не дай Бога, задать такой вопрос по истории средней скорости. Поэтому, в этом смысле, нет ни для детей. Итак, рождественский борь. Это я к тому, как носилось. Итак, дальше. Это был слайд у меня о том, предистория большевизма. Соответственно, был 15-й год. Появляется Вольде Морозов в Латвии после своих успехов организации добровольцев в Альмении. Он спрашивается с того фронта сюда. Правда, вот нет. После архитектурской операции его все же послали в Минск. Потому что не был, во мне, приказ вставки арестовать его. Послали в Минск. А потом он оттуда попросился сюда. И здесь он участвовал. Вот. Типишные. Это студенты политехникума. Которые пошли добровольцами. Вот, своими невестами или с мамами. Сидят. Добровольцами идти воевать. Воевать. И формировалось все это. Добровольцами формались усть Да, уговорилось это вот. Усть Минской Тепости. Ну и вот через какое-то время уже, смотрите, полки. Мы спрели. И самые главные Рождественские бои, это... То есть это... Нет. Да, Рождественские бои, это было по старому календарю вот на Рождество. Это январь 17-го года. Это карта немецкая. Ну а... Рождество по старому. Это совсем маленькое кусок болота. С некой землей, на которой были немцы. И, соответственно, тут латыши поливали большую... Большую отвагу. Половременно из них поливали там этих добровольцов. Там в этих боях. Бои кончились неудачно. Также немцы в итоге выиграли. Объяснение какое. У меня есть параграф. Поражение грождественских боев предварительных человек. От измерия сибирского корпуса до предоставительных генералов. Сибирский корпус отказался поддерживать бои. Через сутки и простреляли там 100 человек, какое-то несколько, довольно много посадили в Сибирь. Бои возобновились, но уже немцы сумели сгруппироваться и кончились неудачно. Рождественские бои самая крупная операция на этом фронте за всю Первую мировую войну. И она была неудачна. Ну, осталось в памяти, что это генералы предали, что они подкрепление прислали. Историю я детально не изучал. Ну, да, за эти бои он проявился как солдат, а не как офицер. Там сиживают, тем более отставки верховные. Он как офицер, и поэтому получил здесь Георгиевский крест. Чем заслужил потом большое уважение среди солдат. карьеры его связаны с геройством в этих боях. Ну, тут еще картинка важная. Что такое «Навысть» Остров смерти? Остров смерти оказался, когда это это в монотах осталась там часть, в которой я рассказывал, где положительные бои были в болотах, там захлепились. А это кусочек тоже, когда российская армия отступала. Тут был Временный мост в этом месте. Это доля стала. И там две роты остались, но успели взорвать мост раньше, чем они переправились. И безумные они окопались. Немцы тоже не знали, сколько там всего. Ну и те окопались. И в итоге получилось это место на два года. Было местом боев и испытанием газовых атак. Итак, 17-й год. Временное правительство, это была буржуазная революция, февральская революция, приказ номер один, по которому солдаты не подчиняются офицерам. С этого начался развал. И в итоге получилось и так по истории. Единственная боеспособная часть оказалась только латышские стрелки. Сумели на основе этого приказа развалить все. И так они дошли до Красной Армии и так далее. Так и получилось. А этот приказ очень важный. Из-за этого приказа все развалилось, офицеров солдаты решили кому подчиняться кому нет. ну и соответственно вот латышские стрелки избирает его из полострела избирает его предсвятелем. Позвол с лунами. Его избирает это весной, потом, потом соответственно да. И через какое-то время этого поста уходит это надо изучать. Как там было. Но в любом случае это уже сентябрь а перед Артемской революцией немцы взяли в Ригу. Это было крупнейшее событие немцев. в Ригу. Кайзер Великой на фоне нашего собора Рады Славонова. Это исполнитель. Вот парад немецких войск. Вот памятник который был немецкому солдату поставлен в центре города. Это событие кстати и кстати интересно что как раз немцы взяли уже тогда совсем тут было мало кому освещать поэтому немцы наступали не в Ригу. Они здесь делали быстро переправу и окружили и соответственно 12 армия могла быть полностью разогромлена и 12 армия спас батальон земберский батальон во главе который был Петерс. 20 да. Вот соответственно возрастом появился главный руководитель этих дел это называется война на Малое и соответственно потом уже Россия Советская Россия вот где только не побывали латышские стрелки вот вся Россия Сибирь все флаги где красные стрелки в итоге оказалось делали Советскую Власть. Ничего крупнее истории Латвии кроме эпохи и латышской силы к сожалению не для молодых умов. Об этом не положено говорить. ну поэтому вот они одно из событий во время Леву Хестерова охраняют во время все это Советов большевикят в Москве охраняют ну и вот то что осталось ну пока осталось осталось там такие возле которого молодые тоже могут задать вопрос который не положено задавать такова история итак следующее у меня смутное время в Латвии восемнадцатый девятнадцатый год смутное время немцы наступали взяли в Ригу взяли Ригу наступали дальше до Пскова дошли и в начале года Ленин приказал Брестский мир заключить вот та часть зеленая которую взяли по Брестскому миру вот здесь и немцы все очень быстро оперативно действовали там же летом создали новое государство называется Балтийское Герцогство и сумеет даже Тартусский университет сделать официально детворного государства министр просвещения приезжал туда это в сентябре того того восемнадцатого года и соответственно в то время в это смутное время много правительств здесь главные были три правительства проанглийская фульманис пронемецкая священник Андреас Недрин и третья есть тучка просоветская и пророссийская три правительства ну то что до нас дошло сейчас вот этот человек которому суждено было и спросить в Англии частное письмо о том что поддерживает идеи невисимой Батери это Мейерорец который стал министром иностранных дел следующее было пока не успели еще толком это сделать наше правительство появился стручка со своими красными стелками и вот тот памятник Карлу Марксу поставленный в том же месте где стоял этот солдат немецкий а кстати я не сказал еще как-то произошло мне все что я рассказываю я собирался устроить выставку поэтому об этом человеке потом в Москву и когда стал собираться это вылилось много материала так что в целом это континенты будет ли славка не знаю и так соответственно три правительства потом самое главное село которое было в Гринляндии это немецкие войска ну помните они взяли немцы в Ригу а через год случилась у них революция и они тут застряли это наиболее боеспособные части немецкие были в Курляндии и вот у них был вот этот генерал в как его а в Вангельгольц или Вангельгольц 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 был соответственно который стал во главе и соответственно свою немецкую армию немецкую армию повел нам в Петроград и все нормально тут они по железной дороге придвинулись тут эстонские части под командованием штаба этим человеком Вальдомар Мозов эстонские части нолквийские в Цельсис завязался бой туда-сюда воевали а потом решающий бой был в Рауне и к слову Озовос когда пришел конец его жизни он умер летом в том же месте где воевал где вот то есть он умер в сорок девятом через тридцать лет умер в том же месте где он воевал тридцать лет назад где была главная битва его жизни и так соответственно эстонским частям вот под командованием командовал штабом вот этот человек наш вот они прогнали немцев до ну вот до Риги эстонцев в Ригу не пустили изобразили что латыши выиграли войну ну вот соответственно латышские части приходят и уже встречают начальство парад ну и к тому времени тоже возле Лига собратино вот он возвращается на единственном корабле который был тогда у них Саратов называется как транспортная царская армия на этом корабле он из Липава возвращается в Лигу так начинается история нашего государства который продолжается сегодня но за это время немецкая армия осталась в Курлянзии но был там помните был этот Версальский мир и так далее Германия проиграла немецкая армия должна быть расформирована появляется некий человек новый Бермонт Авалов Бермонтьяда немецкие войска заключают договора с этим человеком как представителем Германии заключают договора а к слову какое-то время немцы воевали на стороне Ульманиса тогда тоже были заключены договора солдатами что если провоюют там полный месяц в боях то он положен на немецкие жарства и 20 гектаров земли то же самое сделал сейчас Бермонт он заключил договора что они переходят немцы чтобы не было скандала международного они заключают договора с российским правительством и российское правительство образовывались новые которыми совсем ничего не знал то здесь было некое забавно русское правительство по главе был вот этот офицер Висупский это богатый человек приятель Гитлера жил в Мюнхене потом был этот человек был видимо так он и появился в Курляндии главкомандующим был Валов у него была самая сильная армия в том времени это 40 или 50 45 тысяч у Юденича который в это же время делал походы на Петербург было всего 10 тысяч то есть белая армия и они могли за 1 сутки достичь Петербурга не состоялось почему в то время англичане и французы уже были на стороне нельзя пускать их туда на стороне большевиков решителей это была армия царской России формально та Берлинт соответственно вот картинка в октябре английская французская это единственный фотографий который получил в детских данных документов в общем в этом нет о том как участвовали англичане и французы в тех боях я думаю было служебное пользование долго но вот сейчас возможно что-то можно откровать мне даже я был в музее военном музее говорили что есть некая книга уже на английском об этом но прошло 90 лет итак соответственно вот фотографии в котором вот показывали корабли тут 8 кораблей военных под их прикрытием солдаты Радзигненского полка перебрались в Болгарай и окопались в дюнах единственный успех который был к тому времени когда Позова пригласили сюда не было это практически перемещение через голову было прикрыто кораблями все остановилось а ну и вот соответственно пример ну корабли а почему еще узнал это дальше очень был в составе эскадры был самый самый гордый английского флота супер корабля супер корабля вот этот драгон кстати в музее есть там несколько кораблей ну почему этого нет там есть французские корабли это действительно гордость почему об этом об этом сейчас наконец всплыло внук одного офицера погибшего на этом корабле вот в тех там боях стал искать как там его отец куда-то и стал писать рывца и дошел дело до парламента и на сегодня вот это дело начнет раскручиваться по крайней мере я мало знаю об этом но на сегодня формально вот уже английские корабли моряки приезжают почетный коров и так далее наша правительство приходит вот это был дырай здесь наши дни уже разные но долго было похоже об этом не стоит говорить и так соответственно когда когда узел строился здесь то что при нем смонтировали пушки из кораблей на платформе железнодорожной которые разъезжали и обстреливали парламент вот этот пример английский моряки у своей пушки на платформе соответственно это все было в сентябре то есть это было в сентябре да нет это было середина октября а Бельмонт был влашкой жутерии двенадцатого числа да тринадцатого одиннадцатого так что почти месяц не знали что делать некому организовывали и тогда соответственно наши социал-демократы уговорили Ульманиса послать запрос чтобы он был приговорен к спиртной кастинге вот Ульманисе вот письмо вот письмо оригинал подписал что там подписал Ульманисе директор канцелярии вот перевод о том что прошу сообщить полковнику господину что заявление бывшего представителя Латвии и Эстонии о том что полковник Ульманисе не имеет права находиться в Латвии а также расписка Ульманиса в этом деле является аннулированным вернулся он сюда и разработал план вот этих битв и соответственно вот эти битвы кончились кончились бои успешно кончились бои успешно кончились бои бои успешно и что самое интересное ну чтобы истину восстановить я борелся в газетах того времени и так бои были 11-12 вот это числа 20-го есть длинное интервью с Созорсом как бои шли и соответственно в этом интервью он самое главное подчеркивает что эти бои с Бермонтом были более успешными чем эти бои где-то были в Дарганеллах вы представляете в Дарганеллах где-то в Дарганеллах этих войск было намного больше чем в Риме этих сил кораблей и пехоты намного больше погибло десятки десятки тысяч там где-то числа есть всего-то нам всего здесь в чем успех вызывался что он сумел скоординировать действия этих кораблей военных пехоты у коробки у коробки сильно они все перекрыли все там надо было просто захватывать и так далее это целая действия например я думаю сравнение вполне обоснованное с точки стратегов военного но это не описано то есть в этом смысле это битва у нас должно было войти в историю что-то интересное в нашей истории ну осталось мне вне истории битвы вызывался вот участие в этих делах и так соответственно кончилась рижская эпопея побили Бермонта прогнали его через Курлянди и дальше и вызывался попросили тоже удалиться из Латвии он формально был взаимствован как футболист в команду эстонская его попросили удалиться и он принес в Литву так вот соответственно в этом году чтобы узнать что там в Литве он взял в этом году я был в апреле в Ленисе и зашел в университете к декану факультета истории и узнал интересную вещь которая тоже у нас не описана это надо изучать оказывается четыре дня до того как вот этот Желеговский польский генерал повел кольскую армию на Вильнюс чтобы завоевать ее Озлов вместе с этим своим бывшим сослуживцем это генерал-майор русской армии Жуковский он там трое якобы еще третий то есть декан мне рассказал что есть протокол о посещении правительства этими тремя офицерами и Озлов докладывал что через три дня или четыре Желеговский будет своим войском в Вильнюсе надо укрепляться его их продали нечего сеять в панику и через четыре дня действительно Желеговский был в Вильнюсе и Литва потеряла тогда треть своей территории которая была уже тогда Красная армия вышла из Литвы и эту территорию ну типа отдавала Литве они треть территории потеряли и вот эту треть территории только получили в тридцать девятом году вот документ где есть распись Сталина или Вернгроба когда вернули им в тридцать девятом году уже территорию эту Литовскую которую конечно хотят они не хотят вспоминать я тут задавал вопрос почему тут Сталин расписывал дважды мне поясняли что потом была какая-то корректировка небольшие границы поэтому Сталин пришлось еще второй раз расписывать и так соответственно девятнадцатый год в России гражданская война Маккиндера посылает на юг к генералу в Деникину и вот соответственно Маккиндер рисует карту докладывает парламенту как должна выглядеть Россия это карта девятнадцатого года впервые видел видите здесь не только Литва Литвания и Эстония нет Алтвии это карта которая представлена как карта английской политики девятнадцатый год ну соответственно тут страны почитайте дальше он возвращается после посещения Деникина какие-то события происходят а возможно уже Лейроис привозит бумагу то что формируется уже в итоге появляется карта через год где уже есть три страны но что интересно для меня тут только как Украина будет разделена и так далее важно было это это планы как и сегодня как по Брежимскому эта чарта должна быть отделена от России Украина юг России и самое главное вот железная дорога от Батуми до Баку это должна территория быть под властью британцов по той карте вот это не состоялось это им удалось сделать так они создали вот прибалтик как считали как хотели это не удалось вот Красная Армия их потеснила в Кавказе ну вот эти планы об этом не стоит спрашивать учителей истории это вредно и дальше у меня а а ну да и тогда могу перескочить немножко а еще там есть снимок один а ну да уже вредило повышать куйму то есть за Пафло будет делать переворот это было учувствовалось поэтому это вот демонстрация социал-демократов которые от вокзала с музыкой идут на собрания это по-моему где-то в январе 34-го года 3 февраля то есть явно было сильнее крестьянской партии но к сожалению их радости не маница это села айсарги придуманы ими еще на корабле в глибаве когда он был там одним словом вот уже через месяц встречается надписью если следственно сбереженное саутосоводвание он сделал переворот и стал действительно народным народным вождем так что это это езда что следующее есть а и соответственно задай вопрос какому событию посвящен этот памятник в центре города и стрелочные первая версия официальная в двадцать первом году постановили праздновать 22 июня это цель вендельские бои как день борцов за освобождение Латвии вспоминая победу в вендельских боях вознаменование этого события заложили памятник свободы кстати до сих пор этот день является красным днем календаря Эстонии у нас тоже он отмечается все же есть он тоже но не как праздник вторая версия в октябре 34 года полгода после переворота через пять месяцев до после переворота день 22 июня как дату отменили вычеркнули эту дату и решили что праздновать 11 августа когда был подписан договор когда Россия признала Латвию до того момента Латвия была частью России до этого договора и это вопрямую мы не так праздновали а третья версия сегодня празднуем мы как день 11 ноября день позвонил я музея позвонил институт истории соединили меня с главным специалистом по новейшей истории Латвии я хотел узнать когда же это было принято документа нет ну вот так сейчас мы празднуем и он говорит со временем народного фронта так вот соответственно есть у меня совсем уже кашинственная глава совсем была ли у Сталина собственная разведка был ли соответственно возвол в этой разведке Сталина поскольку только так я мог объяснить его что он не пошел и послали его в Сибирь а вернули его сюда а те которые были покрупнее тоже разведчики там резидентуры всех через Сибирь возвращались в жизнь никого нет только единственный который избежал Сибирь почему такая версия и так соответственно перед тем он был в испанской армии генералом его довольно быстро арестовали и приговорили Якубом шпион немецкий приговорили смертной казни так освобождали его целая эпопея это описано хотя история видимо не вся известна и имейте ввиду что практически у него на стороне немцев которые могли интригу развернуть был фандергольц который тогда был во главе офицеров легион тоже легион был немецкий во главе офицеров отстал фандергольц ну и соответственно бискубский у которого кстати гитлер прятался после пивного куча в Мюнхене так что два человека были очень высоко в Германии они могли три раза запустить материал для этого надо добраться до архива либо испанские архивы более острые чем архивы в России на сегодня то есть отчет так потом соответственно был в разведке об этом немножко есть в этой книге хотя тут в основном то есть были две резидентуры две были которые это было полностью под колпаком у Бестапо красная капелла вот резидентура выжила тоже не очень известно как понятно как выжила ну а соответственно в фотографиях разговор вот Сталин охраняет его охрану было что мне там дальше а это немножко и так какая версия у меня и так в 49-ом году после войны пользовался арестовали в Париже французские силы и по запросу советских представителей отдали россиянам и его соответственно через через Одессу через Одессу вернулись в Москву в Москве возглас Борисовым месяц написал отчет который я не знаю человек который этот отчет читал до сих пор поэтому история неизвестная так что когда он в 49-ом году умер он еще был явно человек о котором не должны знать где он был версия какая об этом еще царская то есть царская разведка начальник царской разведки был некий барон конкрин его родственник еще я уел в 30-е годы этот барон конкрин был в 2-е разведки пользовался я говорю при окончании академии он уже попал сразу туда и он тем более занимался крупной разведкой реверзирули там поэтому он был там и есть версия что как раз собственно разведка Сталина базировалась на разведке царского времени этот барон конкрин передал Сталину об этом довольно много домыслов сейчас есть но интересная версия можно писать роман ну соответственно это уже война вот реверзиру Сталина это о том как делят мир в Ялте потом мир поделения вот Россия Советский Союз получил вот территорию но уже самый апофеоз является празднование 70-летия Сталина как и все партии руководители стран собрались в Кремле праздновать 70-летие ну осталось ему 4 года до смерти 49-й год так та история кончилась ну и вот последний кадр да последний кадр соответственно вот из-за чего мировая шахматная игра продолжается ну название это мне подсказано этой книгой Джеджимского который так же как у Маккендера была что вот эта территория должна быть ну все против России вот надо бы что бы то ни стало Украину получить как силы там но к сожалению карта не совсем раскладывается ну и пожалуй любому из нас надо знать эту вот карту это карта из итальянского журнала о геополитике называется ночной кошмар Обамы 2009 год то есть ночной кошмар Обамы заключается в том что вот страны обозначены красным это все друзья России это Германия Франция Испания Италия но к сожалению нам не повезло мы находимся в синей зоне это враги России это Швеция Прибалтика Польша Украина то есть Румыния Украина нет там желтая то есть вот враги то есть для нас самое главное если мы находимся среди врагов и вот такая геополитика она пока не изменилась и на этой этой геополитике жестко следует наши руководители страны из этого обсуждать скажем вот то что я слушал в принципе план национального развития оказывается даже обсуждать что строят лендерс выступает что дорога железная на сто процентов уже загружена если не строить не расширять дорогу то мы идем на уголь идет грудь идет надо строить дорогу об этом нельзя говорить строить дорогу так что в целом ситуация вот самое главное что есть здесь перебороть я думаю можно только таким образом что мы по крайней мере если сюда нельзя открыто говорить то явно мы можем открыто говорить о том что участвуем в этом действии между Германией и Россией только к сожалению в Латвии совсем нет людей в Германии ну а самое главное вот я говорю мы находимся среди врагов ну и во что бы то ни стало надо попасть в контакты с городами так же штук это чисто католическая земля бедная в свое время сейчас там Мерседесы подши разлитые вот пожалуй на этом кончаю я а ну тут у меня еще последнее есть последнее что есть Андрис Беднев жиржинский пророк мировой политики сказал я кошмара вам не сказал где Россия а сейчас я фигурирую что такое формируется новая экономическая я у нас сформировалась Германия и Россия объединение оно может оформиться как политическое кстати Финляндия обсуждает активно вопрос о том чтобы Финляндия вошла в единое как там называется тарифное ну пространство таможенное да так что новая Зеландия обсуждает таможенный союз таможенный союз в целом там карта как-то переклаивается в целом вот спасибо за внимание я тоже вот увлекаюсь историей поэтому очень интересно мне было лично это выслушать множественные нюансы и мне кажется например вот Катрина Эхемера которая является дочерью Олдена Розелса поднял ответила на вопрос как он это самое в то время очень многие увлекались военной карьерой среди латышей и я думаю что основой этого увлечения военной карьерой было прославил эту карьеру Юрий Сматерс был такой писатель написал первый роман такой на военную тему Садзиеве с Вильнюс это по волнам Садзиеве и так это очень многие пошли в военное училище и одно такое военное училище было училище в Вильнюсе юнкерское училище просто так я дополняю так чтобы было очень многие пошли учиться так же Йохан Матери и многие другие увлеклись военным делом под влиянием этого романа и помню как он по моему не было достаточно скажем он не уделил внимания революции пятого года в пятом году произошло все основное что потом повлияло на все дальнейшие события революция пятого года в Латвии имела такой огромный размах и это оказалось так и многих других прямо косвенно вообще можно сказать вот с этим мне кажется просто нужно было усилить революция пятого года это основа развития дальнейшего развития революции у меня есть там где Райнис после этого Райнис его положил в судебные процессы Райнис вернулся в пятом году сюда уже когда революция во все шла и соответственно самый главный успех Ленина был что он и Данищевский был во главе того что социал-демократия латышского края стала отделением российской социал-демократии когда когда там что в латышском этом у латышей было партийцев типа ну три тысячи а во всей России было пятьсот то есть тут очень после революции пятого года было очень много желающих воевать с немцами кстати мы забываем еще о чем там было сейчас наилуяльно говорить о том противоколовой воевали поэтому тут ситуация сложная а еще по-моему что-то было а еще собственно что самый главный есть в селе грех мне вызывался что 15 мая семнадцатого года когда он был уже начальником Минского стрела игрок латыши приняли резолюцию 15 мая идти к большевикам после этого военный министр приехал в Ригу уговаривать их чтобы менять решение это не удалось и вот резолюция 15 мая латыши был обратным пунктом в российской истории так как сейчас сложилось до... до... д до... 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 Продолжение следует...